Звучит музыка Звучит музыка Сердечно приветствую вас, дорогие телезрители, нашим радостным Христос Воскресе! И в эти пасхальные дни, в этот первый пасхальный день, невольно все возвращается к тому же вопросу. Если в неслыханном утверждении Христос Воскресе, вся суть, вся глубина, весь смысл христианской веры, если, по слову апостола Павла, вера наша тщетна, если не воскрес Христос, то что же означает это для нашей, для моей жизни, сейчас и здесь? Вот милостью Божией пришла еще одна пасха. И снова эта удивительная ночь, это нарастание волнения, снова мы в лучезарной радости этой службы, которая вся состоит как бы из одной ликующей песни. Если вы были на ночном богослужении, то должны были слышать эти слова. Ныне вся исполнившаяся света, небо и земля и преисподнее, да празднуют уба мир восстания Христова, в нем же утверждаемся. Вот действительно, какие радостные, какие победные слова, все соединено, небо, земля, подземное царство смерти, весь мир участвует в этой победе, в воскресении Христа находит свой смысл, свое утверждение. Но вот проходит эта ночь, Наступают пасхальные дни, которые постепенно угасают. И из света пасхальные ночи мы возвращаемся в мир. Можно сказать образно, спускаемся на землю, вступаем снова в нашу реальную, будничную, дай Бог трезвую жизнь. И что же? Так же, как было, ничего не переменилось, и как будто ничто, решительно ничто на земле не имеет ни малейшего отношения к тому, что пелось в церкви. Да празднуют уба весь мир восстание Христова, в нем же утверждается. И вот невольно в душу закрадывается сомнение. Эти слова, такие прекрасные, такие возвышенные, прекраснее возвышения которых нет и не может быть на земле. Эти слова не иллюзии ли они? Не мечтали? Их жадно впитывает в себя сердце душа, но холодный, рассудочный и будничный разум говорит. Мечта, самообман. Две тысячи лет прошло, и где же их действия? В чем их победность? И, Боже мой, как часто христиане как бы опускают голову и даже уже и не пытаются свести концы с концами. Посмотрите, как часто нас сегодня ловят в тоннелях метро, в автобусах, даже у подъезда нашего дома или на пороге собственной квартиры. Нам говорят о Христе и при этом не верят в Его воскресение. И мы, не зная ни своей веры, ни своей истории, соглашаемся и даже от веры своей православной отрекаемся. Каких только крещений порой не принимаем. Или иначе мы говорим. Оставьте нам, как бы говорим мы миру, оставьте нам эту нашу последнюю драгоценность, утешение и радость. Не мешайте нам в наших храмах утверждать, что радуется и ликует весь мир. Не мешайте нам, а мы не будем мешать вам строить этот мир и управлять им, и жить в нем, как вам угодно. Вот две разные позиции. И однако на последней глубине нашей совести мы знаем, что это малодушие, этот минимализм, это внутреннее бегство в тайный и сокровенный праздник все это несовместимо с подлинным смыслом и подлинной радостью Пасхи. Вот или воскрес Христос, или не воскрес, или-или. И если воскрес, а в чем же ином это наше пасхальное ликование, если действительно в один решающий и единственный момент в истории не только человечества, но и всего мира свершилась эта неслыханная победа над смертью, то тогда все действительно стало иным и новым в мире. Знают это люди или нет? И вот тогда и на нас, верующих, радующихся, ликующих, лежит ответственность, чтобы другие узнали и поверили, увидели, услышали и вошли в эту победу и в эту радость. Ведь древние христиане свою веру называли не религией и тем более не конфессией. Они называли свою веру благой вестью. И свое назначение в мире видели в ее возвещении и распространении, в ее свидетельстве. Потому что древние христиане, в отличие от нас, знали и верили, что воскресение Христово это не просто причина ежегодного празднования, а источник силы и преображения жизни. И то, что слышали на ухо, как говорит апостол, возвещали с крыш. Но, отвечает мой трезвый или, как говорят теперь, реалистический ум, но что же я могу? Как могу я возвещать, кричать, свидетельствовать? Я бессильная песчинка, затерянная в массе. Но это возражение разума и так называемого здравого смысла ложь. Может быть, самая страшная и дьявольская ложь современного мира. Потому что этот современный мир каким-то образом пытается убедить нас, что силу и значение имеет в мире только число, количество и масса. К этому добавляется приятное шуршание. Что может один против всех? Однако именно тут, именно по отношению к этой лжи и должно раскрыться во всей своей силе основное утверждение христианства. Его ни на одну другую непохожая логика. Я сейчас скажу самое главное. Христианство утверждает, что один человек может быть сильнее всех. И вот, если бы каждый из нас, знающих пасхальную радость, однажды ее переживший, слышавших о победе, поверившись в то, что неведомо для мира, если бы каждый из нас, забыв о числах, количествах и массах, эту радость и веру передал еще только одному, только одному человеку, тронул ею только одну человеческую душу. Вот поэтому мне хочется особенно, особенно хочется пожелать всем нам, пусть эта вера и радость сокровенно присутствует в каждом, пускай в самом незначащем разговоре будут с нами в наших, надеюсь, трезвых буднях, и тогда началось бы сейчас, здесь, сегодня, вокруг нас, преображение мира и жизни. Не придет Царство Божие приметным образом, сказал Христос. Царство Божие приходит каждый раз в силе, свете и победе, когда я, когда каждый из слушающих, верующих выносит или из этой беседы, или еще лучше из храма, и этой радостью, этим свидетельством начинает жить в своей жизни. Вот и давайте так учиться жить, и тогда окружающий нас мир будет становиться новым, другим миром, тогда придет к нам Царство Божие, воскресенье, новая жизнь. Но для этого каждый из нас должен умереть, но не телесной смертью, не ужасной смертью разлуки, а отказом от всякого себя любия, от искания своего, открыться Богу, открыться другим, жить для других. Потому что воскреснуть вечной жизнью может только то, что сбросило с плеч, как старую ненужную одежду, все временное и тленное. Вот и давайте так будем жить и такой мир создавать. И тогда возрадуется о нас Господь, и мы с радостью взглянем Ему, и каждому человеку в лицо и с чистым сердцем произнесем это пасхальное приветствие Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Христос! Субтитры создавал DimaTorzok